МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почтить память безвинно пострадавших от тоталитарного режима. На Спасском мемориале почтили память жертв политических репрессий. Вместе с Акимом области цветы возложили представители дипломатических миссий разных стран. В Семертау задержан директор государственного коммунального предприятия Огжит-ПСТ Ерлан Утешев. Его подозревают в хищении и присвоении бюджетных средств на сумму 27 миллионов тенге. Патриотизм за собственный счет. Участники автопробега на День Победы не согласны со штрафами. По их словам, все нарушения правил дорожного движения произошли во время патриотической акции в присутствии полицейских. Представители дипломатических миссий и глава Карагандинской области посетили мемориал жертв политических репрессий. В Казахстане каждый год 31 мая отмечается этот день. Сегодня вспоминали тех, кто погиб в годы сталинских репрессий, голода и депортации. 31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана. Массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В этот день представители дипломатических миссий разных стран и Аким области возложили цветы к мемориалу, который находится возле Спаска. С речью выступил Ерлан Кошанов. Многовековая история нашей страны в прошлое столетие оказалась самым кровавым. Был уничтожен цвет нации. Были сломаны не только судьбы отдельных людей, но и целых народов. В Карагандинской области, наверное, сегодня нет ни одной семьи, чья история так или иначе не связана с репрессиями или депортацией. Страшно представить, что за годы существования Карлага через него прошло около миллиона человек. Екатерина Прохорова родилась в необычном месте. Во времена репрессий ее отца посадили, посчитав изменником родины. Много лет мать Екатерины скрывала о том, что родила дочь в лагере Бедаик. Только в 20 лет женщина узнала историю своей семьи. Я не помню ни маминых рук, ни маминого голоса, ни маминых прикосновений. Я очень хорошо, моя ювенальная память запомнила большую, огромную комнату с ядовитыми зелеными панелями и маленькие детские кроватки. И хорошо помню спинку этих кроваток, где я, наверное, лежала и смотрела. Она была какая-то такая высокая и закругленная. И еще я помню хорошо эти тряпки во рту. Мама позже сказала, что это были жовки. Когда матери были на работе, а детям давали вот эти в марлю, напихивали хлеба и давали жевать, чтобы они много не кричали. Множество людей погибло от голода в годы коллективизации и политические репрессии. Кроме того, Казахстан стал новой родиной для представителей депортированных народов – корейцев, немцев, венгров, чеченцев, инкушей, турок, иранцев, крымских татар и других национальностей. Эржи Бет Менсер приехал из Венгрии, чтобы увидеть места, где родители провели тяжелые годы своей жизни. Я в Казахстане впервые приехала в Спаск посетить мемориал наших предков. Очень рада сегодняшнему мероприятию, ведь без прошлого нет будущего. Важно знать свою историю. Моя семья сильно пострадала в те годы. Они провели 10 лет в лагерях, и в том числе в Карлаге, в Спаске и Жасказгане. Поэтому я посчитала нужным приехать и своими глазами посмотреть на это. В Венгрии только 5 лет назад назначили этот день днем жертв политических репрессий. Для Казахстана эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история, что наша республика стала местом депортации для миллионов советских граждан. Так, одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. От 14 апреля 1993 года. Осель Сазымбаева, Ажара Гибаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся митинг-реквием. С 1997 года указом президента страны ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. В митинге приняли участие Аким Караганды, Нурлан Аубакиров, ветераны войны и труда, представители духовенства, молодежь города. Для Марии Михайловны Аверьяновой День памяти жертв политических репрессий – особый день. Ведь все события, о которых говорят в этот день, происходили на ее глазах. Ложные доносы, лентяи, ставшие руководителями – все это Мария Михайловна пережила, будучи ребенком. Нас, значит, семью обвинили врагами народа, отобрали скот, но не сослали. Но этот осадок несправедливости остался у родителей на всю жизнь. Те, которые не имели ничего, не хотели трудиться, их выбирали. В органы власти, в советы, они были на высоте. Республика Казахстан – одно из первых стран бывшего Советского Союза, восстановила историческую справедливость в отношении людей, безвинно пострадавших в годы тоталитаризма. Городоначальник отметил, что сегодня Казахстан строит процветающее государство, сохраняя при этом исторический опыт. И главное в этом опыте – дружба и единство в стране, резюмировал Нурланов Бакеров. Лучшие сыны и дочери нашего народа, поистине цвет нации, попал в жестокие жернова истории. Память о них и сейчас болью отзывается в наших сердцах. Карагандинцы знают об этих жестоких годах не понаслышке. Ведь на нашей земле находился не только печально известный Карлаг, ставший мрачным символом тоталитарной системы, но и другие лагеря, где в нечеловеческих условиях боролись за выживание люди многих национальностей, многих конфессий. По предварительным данным, в годы политических репрессий по необоснованным обвинениям в области были осуждены более трех миллионов человек. Расстрелянных и скончавшихся от мучений – около 800 тысяч. Жестоким репрессиям подвергались целые народы. В разные годы в Казахстан были депортированы сотни тысяч немцев, поляков, корейцев и представителей других национальностей. Андрей Теннис, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Областной суд рассматривает апелляционное дело Серика Ахметова и других фигурантов громкого дела о многомиллионном ущербе. 17 миллионов 310 тысяч тенге. В такую сумму был оценен ущерб, который государству причинили Серик Ахметов и четыре его бывших подчиненных. Однако сам осужденный с этим не согласен. Фариза Улбаева с подробностями. Бывший премьер-министр, подавший апелляционную жалобу, требует остановить это дело. Доверенные лица обвиняемых возмущены тем, что истцом является Аким города, отмечающего, что в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие доводы истца. Ранее Аким города Караганды Нурлан Аубакиров просил суд взыскать с ответчиков более 200 миллионов тенге. Истец указал, что Серик Ахметов, будучи Акимом области, с целью ограничения прав индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, предоставил преимущество компании «Стальцинк», учредителем которого является его сын Даниар Ахметов. На последнем судебном процессе судья уменьшил сумму штрафа до 17 миллионов. Суд первой инстанции при отсутствии каких-либо объективных данных, основываясь только на приговоре суда, уважаемый суд, используя, так скажем, приюдицию, был не вправе взыскивать вот эту сумму в размере 17 миллионов 310 тысяч тенге, поскольку он должен был основывать свои решения только на объективных данных, которые представителям ИСА представлено не было. А в данном случае суд просто свое решение обосновал просто догадками и предположениями, что запрещено действующим законодательством. Доверенные представители Баужана Абдишева утверждают, что вынесенный ранее приговор противоречит определенной практике и требует лучшего изучения. За что же все-таки осудили Абдишева и других? А их, оказывается, осудили за воспрепятственные законы предпринимательской деятельности, причинившие ущерб кому? Первое государство, второе общество, третье организация, вопрос каким непонятно, и четвертое гражданам тоже вопрос каким непонятно. Теоретически четыре ИСА по данному делу могут предъявить свои притязания. Кто-нибудь из них это делает, кроме псевдопредставителя нашего государства? Никто этого не делает. А в этой части никакого анализа нет ни в приговоре, ни в решении суда. Просто, уважаемые судьи, обратите на это внимание. Стоит отметить, ранее экс-премьер-министру сократили срок наказания с 10 до 8 лет по амнисии. Теперь ему осталось 4,5 года пробыть под заключением. Судебный процесс продолжается. Фариза Албаева, Жасан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Тимиртау задержан директор государственного коммунального предприятия ОГЖИТ-ПСТ Ерлан Утешев. Его подозревают в хищении и присвоении бюджетных денег на сумму 27 миллионов тенге. По предварительной версии следствия, Ерлан Утешев осуществил закуп труб для замены на тепловой и водопроводной магистралях Тимиртау по завышенным ценам. И часть денег присвоил. Следственно-оперативная группа Департамента национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области задержала директора ТО ОГЖИТ-ПСТ прямо на его рабочем месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении госимущества. От комментариев в национальном бюро по противодействию коррупции пока воздерживаются. В настоящее время Ерлан Утешев находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Скандально известный чиновник уже второй раз гостит в СИЗО. В 2013 году он обвинялся по делу о смертельном ДТП. Его лишили должности начальника управления энергетики области, а также водительского удостоверения на 4 года и партбилета Нур-Отан. Однако вскоре уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Уже 10 участников автопробега ко дню победы получили штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. Кому-то пришла одна квитанция, кому-то сразу две. Минимальная сумма штрафа составляет 11 354 тенге. Организаторы заявили, что не будут платить штраф, пока ситуация не разрешится. 9 мая в честь Дня Победы по карагандинским дорогам прошлась колонна автомобилей участников праздничного автопробега. Всего в патриотической акции приняло участие около 200 автомашин. Такое мероприятие в шахтерской столице проводится уже третий год. Каково же было удивление автовладельцев, когда они получили квитанции об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Участников штрафовали за проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и пересечение сплошной. И это несмотря на то, что разрешение на автопробег давали стражи порядка, а колонну сопровождали полицейские машины. Теперь, чтобы штраф исписали, организатору автопробега предстоит документально подтвердить факт присутствия регулировщиков. Все согласовали, заявки все получили. И в итоге получается у нас теперь сопровождение все было. Люди ехали при работающих светофорах, сопровождении сотрудников местной полицейской службы. И в итоге, не соврать бы, 13 мая, по-моему, первое письмо счастья пришло на развлекательный комплекс «Барин», на их машину. Следом пошли еще участники, к которым бы приходили. Кому-то по два штрафа, кому-то по одному штрафу. Пока участники автопробега не спешат погашать штрафы. Чтобы разобраться в этой ситуации, Дарья Шерер обратилась в департамент внутренних дел. Однако ответа нет, заявляет девушка. Уже конец месяца, а участники автопробега до сих пор не решили проблему. Оксана Игнатьева участвует в автопробеге уже третий год. Она удивлена ситуацией, ведь в предыдущие годы таких проблем не было. Оксана получила два штрафа. Она заявила, что не будет их оплачивать. Я получила два штрафа. А за что штрафы? Пересечение сплошное и движение на красный сигнал светофора. Павел Ефимов также возмущен таким отношением. Очень обидно, потому что мероприятие готовилось за два месяца. Было согласовано со всеми структурами суды ПСЭКИ, МАТА. Ну и просто возникает такой вопрос, почему. При всем при том, что было сопровождение, стояли сотрудники полиции. Мне приходит этот штраф. Конечно, мне платить его очень не хочется. В департаменте внутренних дел сообщили, что все несогласные могут обратиться в управление административной полиции. Там поднимут записи с камер наблюдения. В ДВД поступила информация о том, что водители автопробега 9 мая получили административные штрафы. В свою очередь сотрудники полиции просят всех водителей, получивших штраф, приехать в ДВД, чтобы просмотреть записи с камер наблюдения. Если на записи есть регулировщик, то штраф спишут. Если же работает светофор, то придется платить штраф. Пока участники автопробега не спешат оплачивать штрафы. Они верят в то, что им удастся их списать. На днях вопрос должен быть решен, с надеждой говорят участники и организаторы автопробега. Обрушение лестничной площадки произошло в одном из жилых домов поселка Актау, расположенного в 20 километрах от Цимиртау. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. На место происшествия прибыли представители Акиматов Цимиртау, поселка Актау, специалисты управления по чрезвычайным ситуациям. Чиновники провели осмотр и вынесено решение, что жилой дом больше не предназначен для проживания людей. На несущих конструкциях имеются значительные трещины. Фундамент дома просел, а подвальное помещение затоплено фекальными и грунтовыми водами. На момент обследования в доме проживало 7 семей из 14 человек. Большинство из них живут здесь незаконно, заявили чиновники. Дом и квартиры находятся в антисанитарном состоянии. На данный момент организовано отключение дома от электро- и водоснабжения. Жильцы переселены по родственникам. Оставленные в квартирах вещи охраняет местная полицейская служба поселка Актау. За два дня в Карагандинской области два ребенка выпали из окон шестого этажа. Первый инцидент произошел 28 мая в Цимиртау. Ребенок 2013 года рождения выпал из окна вместе с москитной сеткой. Ребенок госпитализирован. На данный момент его состояние оценивается как критическое. Уже на следующий день, 29 мая, четырехлетний ребенок по неосторожности выпал из окна в Караганде. От полученных травм малыш скончался в больнице. В пресс-службе отметили, что в Карагандинской области в 2016 году произошло 15 несчастных случаев с детьми, связанных с выпадением из окон. Два из них с летальным исходом. В текущем году это первые случаи. В целях предупреждения трагедии спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять маленьких детей одних. Ведь большинство падений происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. И, конечно же, никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты детей от падений. Напротив, они, а москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя на ней в безопасности. Также настоятельно рекомендуется ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страховое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования. К другим новостям. Молодое поколение Казахстана с трепетом и с уважением относится к государственным символам. Так считают представители молодежного крыла партии Нур-Утан. В преддверии Дня символов государства в карагандинском филиале партии Нур-Утан состоялся патриотический форум молодежи Караганды. Молодежь сегодня очень яркая, очень образованная. Стремится к самым лучшим навыкам, образованиям на сегодняшний день. И безусловно можно проследить, что молодежь сегодня очень трепетно и с уважением относится к государственным символам. Впервые новые государственные символы независимого Казахстана были утверждены 25 лет назад, 4 июня 1992 года. Они несут идею независимости, поэтому к символам страны нужно относиться с особым уважением, считают организаторы форума. Участие в форуме приняла активная молодежь города, студенты вузов, депутаты местного маслехата и руководители учебных заведений. В своих выступлениях они говорили о роли символов Казахстана в жизни каждого из них. Среди выступающих был и студент первого курса одного из колледжев города Юрий Михуля. В совершенстве владеющий государственным языком молодой человек получил образование в школе с казахским языком обучения и считает себя истинным патриотом. Я проучился 11 лет в 76-й школе Караганды, получил среднее образование на казахском языке. С удовольствием играю на кобызе и с особым уважением отношусь к символике нашей страны, поэтому считаю себя истинным патриотом. Отметим, что государственные символы Казахстана – это установленные конституционным законом отличительные знаки государства. К ним относятся флаг, герб и гимн нашей страны. Айнур Нурмангалиева, Жак Слык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ежегодно в 3-е воскресенье июня отмечается День медицинского работника. А 12 мая свой профессиональный праздник отмечали медицинские сестры. Этим праздником был посвящен конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие победители конкурсов в лечебных учреждениях Караганды. Медицинские сестры лечебно-профилактических учреждений области на протяжении нескольких этапов борются за звание лучших в своем деле. На днях все лечебные учреждения региона провели свои конкурсы, победители которых принимают участие в нынешнем состязании. В настоящее время в Казахстане принимаются меры по повышению статуса среднего медицинского работника с делегированными функциями врача. Вместе с этим растут и требования, предъявляемые к специалистам. Вообще конкурс для чего проводится? Конкурс для того, чтобы совершенствовать свои теоретические знания, практические навыки. И когда массово, массово, это и есть повышение своей деловой квалификации. И здорово, очень активно участвовать. И государство сейчас очень большое значение придает поднять престиж среднего медицинского работника. По итогам конкурса лучшей медицинской сестрой признана Ирина Шперлинг, медсестра центральной больницы города Сарань. На втором месте специалист областного наркологического диспансера Татьяна Галенковская. И на третьем – медсестра областного онкологического диспансера Наталья Субота. Победителям вручены подарки и денежные премии. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полицейские подарили праздник маленьким карагандинцам. В честь Дня защиты детей сотрудники органов внутренних дел организовали праздник на плацу Карагандинского УВД. Мальчишек и девчонок угощали мороженым и сладкой ватой, катали на пони и детских машинках. Но самое интересное для детей стали оружие и другие трибуты бойцов подразделения спецназа. Мальчишки испытывали счастье, надев на себя бронежилеты и взяв в руки автоматы. Девочки катались на пони, прыгали на батутах и фотографировались со служебно-розыскными собаками из кинологической службы. В этот день бойцы спецназа были в непривычном для себя образе. Сняв маски, они улыбались, брали детей на руки и фотографировались. Ежегодно мы в этом прекрасном доме встречаемся. Сегодня для наших маленьких детей организована демонстрация спецтехники. Ваши катали на пони. В округ стоит выступляющая группа «Мир сказки». На различных конкурсах вручили подарки и мороженые. Помимо поздравлений и сладостей, полицейские вручили каждому участнику праздника подарки. Скейтборды, мечи, карандаши, альбомы, памятные брелки и другие приятные сюрпризы. В гости к детворе пришли известные сказочные персонажи. Фиксики, смешарики и лунтик. Каждый из полицейских старался устроить для детей настоящий праздник, несмотря на свою серьезную работу. Воздушные шары, сладкая вата и улыбчивые детвора мелькало в непривычных стенах карагандинского УВД. Фариза Албаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 июня министр энергетики Канат Бузумбаев проведет отчетную встречу перед населением с обеспечением видеоконференц-связи в регионах. На встрече министр подробно расскажет о деятельности министерства и даст ответы на вопросы. Отчетная встреча состоится 1 июня в 11 часов по адресу Астана, проспект Кунаева, 4, здание Казмеди Орталга. Вопросы можно задавать по телефону, направлять на электронные адреса, которые вы видите на экране. Кроме того, проблемные вопросы можно обсудить на форуме отчетной встречи. Форум работает на сайте Министерства энергетики. И еще об одном. В предстоящую субботу в Караганде будут перекрыты автомобильные дороги. 3 июня с 8 до 13 часов будет проведен полумарафон Арман-Гажол. По этой причине будет перекрыт участок автодороги по проспекту Республики от улицы Муканово до улицы Бауржана-Момышулы, бывшей взлетной полосы. Движение транспорта будет осуществляться по улицам Татимбета и Муканово, а также по седьмой магистрали. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова